Всего за победу боролись 36 человек. Первыми на старт вышли старшие, родители и студенты. Спортивная эстафета «Светофорик» стала одной из наиболее интересных и запоминающихся. Участникам нужно было на скорость собрать светофор из воздушных шаров. Задание выполнялось на скорость. А еще участники закрепляли дорожные знаки и соревновались в велозабеге. Спортсмены преодолевали путь на самокатах и велосипедах. Традиционный спортивный конкурс на приз Деда Мороза проводится в Альметьевске уже в седьмой раз. Среди конкурсантов есть те, кто участвует из года в год. Достойную конкуренцию им составили новички. В этом конкурсе я участвую первый раз. И это просто замечательное соревнование, повод повторить правила дорожного движения. Побольше таких мероприятий повторять. И когда участвуют родители, они тем самым показывают пример своим детям. В зале собралось немало болельщиков. Все они пришли, чтобы поддержать и подбодрить участников. Родители держали кулаки за детей. Кто-то пришел поболеть за коллег, родителей или супругов. Мы пришли поболеть сегодня за нашего папу. Папа принимает участие в этих веселых эстафетах. Мероприятие очень интересное, познавательное для детей. Конкурс в основном проходит для того, чтобы дети через эти конкурсы понимали, как себя вести на дорогах. В основном это конкурс, чтобы снизить детский дорожный транспортный травматизм среди детей. Взрослые уже сами обновляют какие-то знания, чтобы не попасть в какую-то дорожную ситуацию. Ну а дети, да, безопасное поведение на дорогах. Когда веселые старты подошли к концу, к гостям и участникам поспешил Дедушка Мороз. Вместе со всеми сказочный волшебник водил хоровод и танцевал. Участники веселых стартов получили поощрительные призы. Дипломы, фликеры, рюкзаки за световозвращателями, книги и календари. Ангелина Хабибулина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.